Всё началось 44 года назад с небольшой экспозиции в здании музея Ельниковской средней школы. Школьный уголок пополнялся новыми экспонатами. Коллекция ширилась, со временем стало ясно – необходимо расширяться. В 1991 году школьный музей стал самостоятельным учреждением культуры. Его перевели в специально построенное здание. Всё это пополнялось. И не просто материально, что мы находили там предметы, быты, образцы, одежды. Но мы очень много занимались исследовательской работой. Мы работали в нашем архиве, в Центральном государственном архиве Республики Мордовия. Работали в архиве Пензенской области ГОПО. И мы собрали большой материал документальный. Это во-первых. Во-вторых, нам удалось в течение последних пяти лет наладить отношения с потомками дворянских родов, которые были на территории нашего края, имели свои имения. В частности, речь идёт о коллекции фотографий Бориса Кабанова, сына помещика, что был сослан в Ельнике в 1903 году. Сокровищем для сотрудников музея стало целое собрание фотографий родного края начала 20 века, которые любезно предоставили потомки Кабанова. Фотоаппарат в те времена – вещь редкая, что подчёркивает уникальность находки. И это лишь малая часть собрания. До реконструкции в музее функционировали 12 постоянных экспозиций, а это около двух с половиной тысяч предметов. Часть раритетов пока находится в фондах, их ещё предстоит сформировать в экспозиции. А пока обновлённое здание учреждения культуры пополнила тематическая выставка декоративно-прикладного творчества саранского мастера. В числе первых её оценили воспитанники Ельниковского лицея. Стали много новых мест, где можно посмотреть что-то новое, вот даже вот здесь вот. Раньше здесь всё было занято военным, чем-то военным. Теперь здесь в нашем районе что-то рассказывается, книги различные, подделки наших ельниковцев. Стоимость реконструкции музея, проходившей в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины», составила чуть более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы изменить музей до неузнаваемости. Новый светлый потолок с современными световыми панелями, замена пола и проводки – лишь малая часть ремонта. Внешний облик здания также подвергся изменениям. Крыльцо оборудовали пандусом для маломобильных групп населения, заменили входную дверь. Там, где это было необходимо, стены обшили металлосайдингом. Ирина Суконкина, Александр Овчинников. Народные новости. Ельниковский район.